Клуб «Улица правда» будет с нами говорить на самые, наверное, серьезные темы. Она заключается в таких названиях, как либерализм и таком названии, как русофобия. И вот по этим вопросам, наверное, больше специалистов я вряд ли найду по поводу русофобии, потому что считается, как будто ее нет. Но вот чем я отличаюсь от всех других, меня в детстве вывезли в Германию, и когда ты ребенком начинаешь жить среди других детей, которые, в общем-то, коренные жители, то ты эту всю русофобию видишь и чувствуешь телом, ты ее каждый день с ней встречаешься. Вот. И у нас почему-то считают, что ее вообще не существует. То есть существует юдофобия в мире. Вот как бы есть такое мнение, что есть юдофобия. Не любят евреев. А представление о том, что русских не любят только потому, что они русские, вот этого представления нету вообще. Причем я бы, наверное, даже поговорил о системной русофобии. То есть русофобия, которая внедряется в сознание детей в школе. Вот я знаю, как в Великобритании ребенок, когда приходит в школу, они, по-моему, там с пяти лет учатся, и вот там шесть лет они учат стихотворение, которое называется «Атака легкой кавалерии», «Атака 600». Вот. И с этого начинается русофобия. То есть это «Атака легкой кавалерии» в Балаклаве, когда они пошли на русские редуты, и там все полегли. А вот передаю вам слово. Давайте поговорим, что такое русофобия вообще, что такое системная русофобия. Где она есть, где ее нет. Я даже не знаю, где ее нет. Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я тоже рада здесь присутствовать. И я, на самом деле, наверное, тот редкий случай, когда историк, профессиональный историк, а я вроде бы профессиональный историк, занимается вот такой темой, очень неприятной, очень скользкой и вроде бы ненаучной. Потому что вот я абсолютно с вами согласна, что русофобия существует. Русофобия — это именно целостная система, это идеология. Но, к сожалению, в нашей стране долгое время это слово было практически табуированным. Если ты сказал русофобия, то это значит, ты какой-то маргинал, какой-то человек не вполне адекватный. По крайней мере, заниматься русофобией — это удел каких-то маргиналов, каких-то журналистов, политологов, социологов, в общем, людей, которые могут это изучать, но не на таком серьезном научном уровне. Хотя я сейчас политологов обидеть не хочу. Ну, кстати, у нас на самом деле, в нашей стране, если посмотреть, есть много работ, которые посвящены русофобии на современном этапе. Потому что сейчас это как-то тема такая стала модной, об этом все говорят. И это даже во многом вредит этой теме в плане ее научного осмысления, потому что уже как поветрие. Вот-вот, все занимаются русофобией. Но, знаете, вот я с вами совершенно согласна, что на Западе как раз это очень хорошо понимают, что все это есть. И это именно целостные и серьезные идеологии. Даже сейчас, когда я общаюсь с обычными людьми, читателями своих книг, порой приходится слышать от тех людей, которые живут здесь, в России, которые наши соотечественники. Они мне так и говорят, да что вы, никакой русофобии нет, я никогда не встречал какого-то презрительного или высокомерного отношения вот к нам, к русским, будь то за рубежом или там в России никогда такого ничего не слышал. И мне самой с этим очень часто приходилось сталкиваться, потому что я вообще-то не специалист в русофобии. Чтобы было понятно, я занимаюсь историей XIX века, историей Франции XIX века, историей международных отношений, которые тогда формировались, историей русско-французских отношений прежде всего. Но изучая те вопросы, вот именно с точки зрения истории международных отношений, истории дипломатии, я, естественно, не могла не видеть, что вот эта вот русофобия в прямом смысле и именно в этом термине, она уже тогда существовала. И отношение к России, как только она увеличивала, укрепляла свои позиции, как только она демонстрировала свою силу, не экспансионизмом занималась, а просто когда она была сильной. Вот это сразу вызывало такую волну антирусскую. Причем, когда я приносила, допустим, в научное издание, в академические издания статьи вот с такими названиями «Русофобские настроения во Франции в годы июльской монархии», меня просили вот так вежливо изменить формулировку, говоря, давайте мы не будем вот так вот русофобией во Франции, давайте напишем как-то антирусские настроения, вот что-то такое, но в более мягкой форме. Или, я уже тоже это рассказывала, как-то я должна была выступить в одном университете в Нижнем Новгороде, с лекцией меня пригласили, причем вот именно на такую тему, посвященную русофобии, взгляду на Россию на Западе. И я еще не выступила с этой темой, и очень мощная волна поднялась в одной из социальных сетей, ныне запрещенных в России, по поводу лекций, которые еще не состоялось. И там писали, что, наверное, это ее не любят на Западе, какая русофобия, да о чем она там собралась говорить. То есть лекций еще не было, но вот эта вот волна анти-такая научная в какой-то степени, хотя это были сплошь мои коллеги, ученые из разных вузов, она поднялась. И вот сейчас даже до сих пор вот такое приходится слышать от вполне официальных лиц, когда они узнают, что вот есть, например, книга о русофобии, что давайте как-то поосторожнее, потому что русофобия — это ненаучно. Вот это что-то такое из области каких-то там околонаучных таких подходов. Хотя я сразу скажу, на Западе, насколько мне известно, в Америке, по крайней мере, есть даже целая, по сути, такая дисциплина или кафедра в университетах — русофобология. То есть русофобию изучают именно как серьезное такое явление. И вот на Западе то, о чем я говорила, когда ко мне, например, подходят или пишут, обычные люди, часто это наши соотечественники, но которые живут за пределами России, вот они как раз эти книги воспринимают очень остро, потому что они резонируют с тем, что они чувствуют, находясь за пределами России. Потому что они-то как раз вот это все и ощущают на себе. Вот те самые антирусские какие-то заявления, проявления, при том, что это ведь далеко не сейчас началось. Сейчас мы являемся свидетелями того, когда все это происходит в каком-то таком, может быть, гипертрофированном, как нам кажется, масштабе, потому что действуют СМИ. Средства массовой информации, они поднимают это явление, и мы это все видим. Но русофобия, она не то что стара, как мир, но как явление, как идеология, она корнями уходит в глубокую древность, и истоки, они уходят уже вот в Древнюю Русь, а именно в принятие нашей страной христианства по восточному образцу. Потому что вот туда идет взгляд на нас не просто как на других, но как на чужих. Потому что, знаете, иногда приходится, или даже часто слышать вот такое мнение. Ну, ведь фобии, даже если рус... Ну, можем об этом потом поговорить. Вот вообще откуда пошел термин, да, русофобия? Вот очень часто, даже сейчас, вот буквально сейчас, вышел ролик одной общественной организации, очень патриотической, ролик, посвященный русофобии. Вот он совсем недавно вышел. И там, в принципе, в целом все достаточно грамотно преподносится, но кроме некоторых моментов. И некоторые моменты очень существенные. Вот, допустим, откуда есть пошла эта самая русофобия как термин? Потому что ведь для историка важно договориться о термине, да? Если нет термина, то, собственно, нет и предмета, и нет науки. А история, она претендует на то, чтобы быть наукой. Значит, и историки, они должны тоже оперировать терминами. Кстати, какого-то вот такого академического, общепризнанного термина русофобии ведь и не существует. И поэтому очень часто и встречается вот это мнение. Ну, это же какая-то фобия, да? Это не научно. Ну, медики могут это изучать, психологи, психиатры, но никак не историки. Потому что, ну вот, вы историки, и вы занимаетесь процессами, людьми, войнами, революциями, но не какими-то фобиями. Но, и я как раз к вопросу о терминах. Вот в этом недавнем ролике озвучена та мысль, которая транслируется вот многократно, повторяется о том, что термин русофобия впервые вводит в научный оборот Фёдор Иванович Тютчев, когда он в письме своей дочери Ане в 1867 году писал о русофобии некоторых русских людей. То есть он якобы писал о внутренней русофобии, что наши русские люди, интеллектуалы, они часто бывают заражены вот этой такой болезнью. Кстати, русофобию вполне можно сравнивать с опасным вредоносным вирусом, потому что она распространяется как именно вирус самый настоящий. Вот, казалось бы, Фёдор Иванович Тютчев это сказал. Фёдор Иванович Тютчев, он общепризнанный не просто гениальный поэт, но и дипломат, да, и такой страстный патриот, человек, который много писал, который болел за Россию, его трактат «Неоконченный Россией и Запад», многие его другие вещи, в которых он очень чётко описывал те процессы, которые происходили тогда и которые абсолютно во многом тождественны тому, что мы видим сейчас. Поэтому вот даже сейчас очень часто любят цитировать Тютчева, потому что его фразы на самом деле актуальны, потому что мало с тех пор отношение к России изменилось. Но вот что тут важно? Важно то, что эти слова впервые произносит не Фёдор Иванович Тютчев, а эти слова впервые появляются в западноевропейской прессе. Более того, наверное, вот, может быть, дальше появятся какие-то и иные подходы, по крайней мере, не подходы даже, а данные, потому что история, она развивается. Но вот то, что известно на сегодняшний день, что, и это, кстати, было известно ещё в середине прошлого века, американский историк, известный Глисон, в своей работе, посвящённой английской русофобии, кстати, она так и называется, английской русофобии 30-х, 40-х годов 19-го века, вот он уже выяснил, что это слово появляется в английской прессе в 1836 году. И его пустили в оборот, его пустили в ход английские радикалы, высмеивая преувеличенный страх английских же политиков перед так называемой русской угрозой. Потому что, на самом деле, в Англии в то время, как и во Франции, кстати, вот в 30-е годы 19-го века, общество, по крайней мере, вот политики, они действительно были, вот, действительно, как вирусом охвачены вот этой идеей о том, что русские идут, что русские войска находятся вот буквально здесь, у стен Парижа, у стен Вены, Берлина, и как гунны готовы поглотить, подчинить себе весь мир. Хотя, понятно, ничего подобного не было. Даже вот та большая игра, которая развернётся между Россией и Великобританией, она же тогда была больше вот в потенции, потому что, собственно, это явление более позднего времени. И поэтому сами англичане, они высмеивают вот этот страх перед так называемой русской угрозой. И это как раз важно понимать, потому что русофобия, как определение, оно не возникло как строго научные дефиниции, да. Это именно журналистский такой ход, журналистская шутка, которая появилась, но которая закрепилась, и которая вот так вот пошла уже дальше, обрела такую широкую жизнь. И этот термин тогда же появляется и во французской прессе, и в немецких газетах, которые перепечатывают это из как раз английских газет. Тогда же вот об этом в Англии разворачивается бурная дискуссия в английском парламенте. То есть термин, он получил вот такой вот уже жизнь. И на мой взгляд, почему это как раз очень важно понимать, почему это не российское изобретение или не русское изобретение. Потому что ведь очень часто этим, по сути, спекулируют те, кто говорит, что никакой русофобии нет. Что вот русофобии нет, русским только кажется, что к ним как-то так относятся, не так, как к другим людям. И вот тот факт, что якобы это появляется утюдчиво, это подтверждает эту идею, что посмотрите, русофобии-то нет, даже термин изобрели сами русские. То есть они сами это изобрели, они сами это придумали, сами испугались, а потом вот теперь говорят о том, что вот есть какая-то русофобия. То есть это вовсе не Фёдор Иванович Тютчев. Фёдор Иванович Тютчев уже говорит об этом как о вполне сформировавшемся явлении или как о вполне сформировавшейся идеологии. Кстати, этот же термин появляется уже в то время, допустим, вот в конце 30-х годов. Его использует князь Пёдор Андреевич Вязинский в своей так и не опубликованной статье на книгу «Маркиза Т. Кюстина России в 1839 году». Вот у нас эта книга является, наверное, такой одной из самых известных работ, написанной иностранцами о России. О самом Кюстине идут споры до сих пор. И работу Кюстины можно встретить сейчас, она везде продаётся, её активно переиздают, как одну из лучших книг, написанных о нашей стране. Хотя, на мой взгляд, книга «Маркиза де Кюстина», при всём при том, что она очень интересно написана, он там мог много действительно чего-то интересного написать и сказать. Эта книга настоящая такая библия русофобов, потому что у него же там есть заключение, и в заключении он формулирует самые важные мысли. И вот это заключение, это действительно такая, на мой взгляд, квинтэссенция русофобской мысли, иначе это не назовёшь. Но у нас очень часто к Кюстину такое отношение неоднозначное, и даже в нашей стране есть огромное количество людей, интеллектуалов, которые считают, что Маркиз де Кюстин, он сказал абсолютную правду о нашей стране. И мы такие, какими действительно нас Кюстин описал. Так вот, князь Вяземский в своём неопубликованном опровержении на книгу Кюстина, он как раз, говоря о трактирщике из Любика, путешественники в Россию попадали именно, как правило, через Любик. Вот он говорит об этом трактирщике, который заражён русофобией, и который готов терпеть убытки, лишь бы европейцы не посещали вот эту гибельную страну под названием Россия. Ну и тогда же этот термин употребляет тот же граф Насальроде, глава российского внешнеполитического ведомства, и он пишет, что вот русофобия пройдёт, как и другие безумства нашего века, вот он тогда так писал, и надо только верить и ждать. И прошло уже сколько времени, а он это пишет в первой половине XIX века, но, как видим, русофобия не то что никуда не делась, но мы сейчас являемся свидетельствами того, что она существует действительно в реальности. И на мой взгляд, русофобия — это самая такая настоящая целостная идеология, которая в своём завершённом виде формируется в XIX столетии, которая, с одной стороны, основана на каких-то архетипических страхах перед чужим, перед далёким, перед непонятным, и это как бы естественно, а с другой стороны, это сознательно конструируемый страх, который развивают западные политики, западные интеллектуалы, и используют русофобию, с одной стороны, как средство решения своих собственных внутренних проблем, а с другой стороны, как идеологическое оружие, борьбы против России, борьбы за мировое доминирование, и как такой мощный механизм конкуренции. — Мне тоже кажется, что на самом деле это подготовка своего населения к войне. — Конечно. — И французы, и англичане системно подходят к этому вопросу, потому что они воевали, допустим, у нас в Крыму, и герои этой войны у них прославляются, а русские, соответственно, унижаются. Хотя мы можем встретить, если у нас какая-нибудь встреча происходит с французом или с англичаном, которые приехали в Москву, они скажут, какие у вас прекрасные девушки, они скажут, какая у вас прекрасная литература, как мы любим русский балет. Но наши русские люди, когда общаются, они не видят за этим. Но как мы ненавидим вашу русскую власть, как мы ненавидим ваш воинский дух, как мы ненавидим вашу веру, как мы вообще вас ненавидим, вот, ну вот это у вас прекрасно, да, но мы вообще вас ненавидим. А вот те русские люди, которые приезжают на долгое время во Францию, в Англию, начинают жить, начинают общаться, то через какое-то время, для того, чтобы выжить вот в этом социуме, который сначала их принимает, вроде как нормально, но через какое-то время начинают говорить русские же свиньи. и им приходится, или им надо, понимаешь, морду бить, или надо, значит, с этим соглашаться, и у них происходит такое инфицирование русофобии, они говорят, ну не все же русские такие, мы другие русские. И получился целый класс таких вот товарищей, которые совсем, я не товарищи, которые другие русские. И вот эта вот русофобия русских, которая проникла сегодня во все властные кабинеты, понимаешь, мы другие русские. Вот абсолютно правы вы в том, Дмитрий Владимирович, когда говорите, что вот эти вот настроения антирусские, общественные мнения, они в итоге формируют почву, когда общество готово к принятию войны. Вот как раз американец Глиссон, о котором я уже говорила, писал об этом еще в 19-м веке, в 20-м веке, в середине века, и говорил, что вот та русофобия, которая сформировалась в английском и во французском обществе в 30-е и 40-е годы, она во многом подготовила европейское общество к возможности войны против России, я имею в виду Крымскую войну, вот то, о чем мы с вами уже говорили. Потому что ведь Крымская война, в этом году как раз юбилей, начала Крымской или Восточной войны, она современным историком, да и тогда она вот кажется какой-то нелогичной, потому что с точки зрения геополитической она была какой-то неправильной, когда Англия и Франция объединили свои усилия в борьбе против России. Но опять-таки это современным историком, да, война кажется, вот как-то понятно, все там было. Тогда Николай действительно был в очень такой непростой ситуации, хотя на Солероде он говорил ему о том, что Россия окажется перед лицом вот этой европейской коалиции. И Англия и Франция, они забудут о своих разногласиях, в том числе по восточному вопросу, для того, чтобы не позволить России укрепиться. Хотя опять-таки мы знаем, что Россия, она уже давно отказалась от своего константинопольского проекта, да, Россия не собиралась никого завоевывать, но русскую внешнюю политику ее воспринимали вот так вот через призму вот этого фальшивого завещания Петра Великого, которое действительно было фальшивкой. И все прекрасно знают, что Петр Первый никакого завещания не оставил, но этот документ был сфабрикован. Сначала это поляк, генерал Михаил Сокольницкий, который предложил этот документ, якобы обнаруженный им в Варшаве в секретных архивах, предложил правительству директории, он тогда не был востребован, но о нем вспомнил мастер политической пропаганды Наполеон Бонапарт и приказал своему историку, это как раз к вопросу о том, что являются ли историки бойцами идеологического фронта, Шарлю Луи Лизюру включить его в свою книгу, посвященную Российской империи. И работа должна была выйти как раз накануне русской кампании 12-го года для того, чтобы вот так вот сформировать боевой дух французов и направить их на войну против русских варваров. И, кстати говоря, Наполеон III, племянник императора Наполеона, он вспомнил об этом документе уже как раз во время Крымской войны и приказал опубликовать вот текст этого фальшивого завещания вот на общественных зданиях. Вот опять-таки для того, чтобы показать, что вот эти русские варвары, они вновь готовы заполонить Европу. И, кстати, вот карикатуры марширующих медведей, допустим, знаменитые Дамье, да, французский график, у него целый альбом, вот, в котором он высмеивает русских. И вот эти вот полки марширующих медведей, они идут для того, чтобы вот починить через Восток Европу. И вот как раз общественное мнение, вот то, о чем мы с вами говорили, оно действительно в этот момент было настолько антирусским, что правящие круги, будь то Франции, будь то Великобритании, которые сами колебались вот относительно того, вступать им в войну или нет, потому что там же до последнего момента было неясно, вот станет ли это распоря между Османской империей и Российской империей конфликтом общеевропейского масштаба. Но вот, на мой взгляд, как раз именно общественное мнение склонило чашу весов в пользу принятия вот этой идеи войны с Россией. То есть тут, на мой взгляд, происходит то, что специалисты называют аутокаталитической реакцией, механизм обратной связи. То есть сначала идеологи, элиты интеллектуальные, они формируют вот эту, собственно, русофобскую повестку дня, они формируют идеологию, и на мой взгляд, как раз не случайно, что русофобия, она в XIX веке как идеология формируется. Хотя, подчеркну, корни у нее идут еще в раскол церквей, и раскол на православие, католичество, он, наверное, вот в основе лежит. Тот же Тойнби будет говорить, что под серпом и молотом, что под крестом, перед нами все та же Святая Русь, все тот же Третий Рим. То есть взгляд вот через эту призму. Вот Хантингтон, знаменитый западный политолог, Самуэль Хантингтон, он так и писал, что границы между Западом и Незападом проходят там, где заканчивается католичество, или западное христианство, и где начинается восточное православие и ислам. То есть это уже конец XX века, но все равно вот этот вот раскол Запад проводит по линии именно религиозного раскола. И вот сейчас, мне кажется, это как раз в полной мере ощущается, с учетом того, что вот Запад, отказываясь от христианства, он просто теряет свою идентичность, вот ту матрицу, на которой Европа сформировалась, потому что ведь Европа, даже термин Европы, он же когда формируется, как термин, как раз это XIV-XV век, это османская угроза, это угроза турецких завоеваний, и вот Европа, она самоидентифицируется перед лицом вот этой османской угрозы, и она формируется именно как христианская держава, как христианская некая общность, и теряя свои христианские истоки, Европа теряет саму себя, но и в целом Запад, и получается, что Россия действительно остается вот таким вот истинным оплотом православной веры, вот того самого Третьего Рима, о котором всегда любили говорить западные пропагандисты, и, кстати, концепция Москва-Третий Рим в этом году ведь тоже ей юбилей, 1523 год, старец Филофей, он артикулирует вот эти вот идеи, но, что характерно, он не говорил ни о каком экспансионизме московского государства, речь шла исключительно о идее, да, нравственной идее, Москва вот как хранительница вот той духовной, христианской, православной идеи после падения Константинополя, но московскому государству отныне начинают приписывать вот эти экспансионистские замыслы, даже говорят о так называемом православном империализме или православном экспансионизме, и как раз именно через православие и выводят вот именно собственно экспансионизм. Экспансионизм это одна из таких идеологий русофобского образа, то есть деспотизм власти, тотальное рабство подданных, неспособность к какому-то самостоятельному развитию, сугубо и такая подражательность, псевдо-божественность власти, и вот как раз такая вот имперская идея и тотальный постоянный экспансионизм. Ну, Петр I ему уже приписывают этот экспансионизм не в масштабе вот такого религиозного конфликта, а уже с какой-то такой светской идеей, но это просто уже вариации, что называется, на заданную тему. И как раз если посмотреть вот на ту же Крымскую войну, о которой мы упомянули, вот современный британский историк Орландо Файджес, он называет Крымскую войну последним крестовым походом против России. Ну, с учетом того, что и спор, Крымская война, святые места, но здесь показательно, что опять-таки вот эта формулировка, то есть Запад постоянно ходит против России в крестовый поход, и он вот в своей книге, она относительно недавно вышла, он может быть только ошибся в том, что назвал это последним крестовым походом, потому что, как показывает вот наша современная ситуация, Крымская война это очередной крестовый поход, сейчас вот то же самое в принципе происходит. А что делать с нашими людьми, которые заражаются этой русофобией, или которые смотрят на это все, еще не заражены, ведь у нас такое прекрасно душе по отношению к европейцам, какие у вас замечательные автомобили по отношению к немцам, как вы замечательно делаете всякие механизмы, какие у вас у французов замечательные культурные ценности, какие вы англичане такие вот способные к порядку, там и так далее, ну не знаю, вот, может быть наоборот, надо сказать честно, вот как бы у нас есть такая экономическая география, когда преподают детям там в девятом-десятом классе, какая страна имеет какие экономические потенциалы, какие у нее залежи, ну а надо сказать, такая вот должна быть повестка дня такая вот этнография экономическая, можно сказать, что, ну французы грязная нация, ну они действительно не моются, вот понимаете, ну вот, не моются они, не любят они мыться, понимаете, ну вот что с ними сделать, понимаете, ну кроме этого, она еще и хамская нация, вот, ну англичане вообще не моются, они тоже, вот это вот, два крантика, вот такая маленькая раковина, они туда, значит, водички напустят, потом в грязной воде помоют ручки, все, в Германии, ну нету душа, вот эти самые дома, которые были построены там в массовом количестве, но там ни души, ни ванны нет, там одна раковина в этом самом, в каждой квартире на кухне раковина с водой, а вот четыре квартиры на этаже, мы жили вот на Блюменштрассе, знаете, цветочная улица, как пастершлаг, вот, четыре квартиры, у каждой там комната, кухня, две комнаты, и вот здесь туалет общий, вот, они все ходят на один стульчак, вот, 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 и нормально, и потом, то есть, там, 80-е годы, современная квартира, ванна, понимаешь, ну сначала моется младший ребенок в этой воде, потом в эту воду залезает старший сын, потом, значит, папа моется в этой воде, и это у них все нормально, вот, не то, что, значит, в одной ванной, а в одной наполненной ванной в одной воде, понимаете, как средневековье, да, то есть, ну, и дальше, они же живут, они же духовными-то интересами не живут, они же, как бы, как бы, они живут такими плотскими, этими самыми, пожрать хорошо, выпить хорошо, и все, в общем-то, интересов духовных нету, не то, что у нас, как бы, как у нас люди-то, в основном, русские люди, они стремятся к духовности. Очень верно вы это говорите, и мне очень понравилось то, что вы сказали относительно иностранцев, которые там любят русскую культуру, там русский балет, русских девушек, это вот на самом деле абсолютно так, потому что это такой типичный западный взгляд, когда иностранец, он любит вот что-то конкретное, кто-то любит литературу, кто-то любит что-то другое, вот что-то конкретное любит, как правило, все не любят власть, да, вот у вас замечательный балет, у вас замечательная литература, у вас Толстой и Достоевский, но у вас такой правитель, причем, знаете, неважно в каком веке мы живем, потому что сильный русский правитель, это всегда будет Иван Грозный, ну потому что это априори так, мы традиционно рассматриваемся западом, вот вы сказали юдофобия, это русофобия, на мой взгляд, это разновидность ксенофобии, это разновидность расизма, и кстати говоря, расовые теории инаковости русских, они же были изобретены уже в 19 веке, когда собственно расовые теории были модными, и это и поляки, Франтишек Духинский, а потом у Франтишека Духинского была масса французских подражателей, причем не просто обывателей каких-то, а людей, интеллектуально искушенных, историков, и даже академиков, но вот сильный правитель русский, он всегда воспринимается как деспот, потому что вот эта традиция восприятия, это то, что знаменитый историк Эдер Саид назвал ориентализмом, ориентализм, то есть абсолютно такой западный, пренебрежительный взгляд на Восток, и соответственно России приписывались те характеристики, которые должны быть свойственны восточному обществу, и вообще на нас смотрели по логике бинарных оппозиций, то есть на Западе все хорошее, а мы воспринимались по принципу такого зазеркалья, анти-мир, анти-бытие, анти-европа, где все не так, как у людей, и вот правитель это прежде всего, то есть для Запада всегда Россия она как-то так концентрировалась и персонифицировалась именно в образе правителя, то есть все остальное это не важно, а вот главное это именно глава государства. Что касается вот как у нас и как у них, я не очень конечно вот люблю вот этот подход, что вот посмотрите там на себя, там у вас вот так, вот у вас там у самих плохо, хотя Запад, кстати говоря, именно это и делал, то есть когда западные авторы, и тут не важно, бывали они в России, или совершали философский вояж, потому что это абсолютно одинаково, то есть у них есть уже в голове определенная картинка, и им не нужно было бывать в нашей стране, потому что они и так прекрасно знали, что они о нас напишут, у них уже есть схема восприятия, потому что собственно восприятие России, оно и формировалось в рамках вот политического мифа, нас не стремились понять, нас подгоняли зачастую под вот нужную идеологическую или политическую схему, и поэтому видели именно то, что должны были увидеть, а вот как раз что касается русских людей, которые оказывались в Европе, вот вы говорили о современном опыте, и это очень созвучно зачастую тому, что видели наши люди, которые оказывались в Европе, в том же Париже, потому что ведь вот мы все знаем эту фразу Ильи Иренбурга, мы знаем может быть ее по Илье Иренбургу, хотя она имеет давние корни, увидеть Париж и умереть, и изначально там вообще не Париж, а увидеть Неаполь и море, и там вообще не надо было умирать, потому что созвучие море и маленький городок, то есть увидеть большое и малое, но наш человек, он действительно всегда хотел увидеть Париж, причем подчеркнув, что это же речь идет не о простых людях, не простые люди, не крестьяне, не ремесленники, не сапожники формировали идеологию, идеологию формируют интеллектуальные элиты, и кстати то, что тогда большинство наших людей не могло оказаться за пределами страны, что сейчас ведь путешествия это все равно массовые путешествия удел, массовые, так сказала, путешествия, это удел небольшой группы людей, то есть люди судят о других странах, опять-таки потому, что кто-то говорит и какое-то мнение сформировано, вот о России, кстати, всегда было очень легко распространять всякие газетные утки и небылицы, потому что никто не поедет, никто не проверит, а более того, чем фантазийнее история, тем она интереснее, и чем страшнее история, тем она интереснее, и кстати, вот изучая работы иностранных авторов, прежде всего французов, о России, просто можно судить, я могу судить, что те книжки, которые содержали вот образ такой демонической, страшной, ужасной России, они очень хорошо продавались, их хорошо покупали, поэтому у них много тиражей и переизданий, а вот те книги, а такие тоже были, в которых Россия не описывалась как вот такая ужасная и страшная страна, более того, ведь что тогда, что сейчас, европейцы, они ведь возлагали надежды на Россию, возлагали на Россию надежды вообще на будущее европейской цивилизации, но вот такие книги, они, как правило, выходили один раз, одним тиражом, не переиздавались, больше как-то не публиковались, и более того, даже серьезными специалистами воспринимались как какие-то вот басни, как какие-то собрания анекдотов, или как книги, написанные на деньги русского правительства. То есть, если книжка содержит позитивный взгляд, понятно, эта книга была написана за российские деньги, или на российские деньги. Но вот, возвращаясь к путешественникам, которые оказывались в Европе, которые вот их так манило, которые они так хотели увидеть, вот их поражали, в принципе, те же вещи, о которых вы сказали. Вот тот же князь Петр Андреевич Вяземский, который ведь очень долгое время был невыездной, и который в конце 30-х годов 19-го века наконец-таки оказался в Париже, он получил медицинское заключение о том, что ему необходимо лечить глаза. Тогда вот наши русские аристократы, они очень часто были такими хворыми, и предпочитали лечиться на водах Баден-Бадена, да, или где-то еще. Почему у них у всех было такое слабое здоровье? Потому что если у вас есть свидетельство доктора, что вам предписано лечение на водах, это вас освобождает от уплаты пошлины за оформление паспорта. А пошлина была высокой, и она постоянно возрастала. И вот как раз Вяземский, получив такое разрешение, он отправился на воды Германии, но трижды успел побывать за это время Париже. И когда он из Страсбурга или Страсбуры возвращался в Париж, не возвращался, а направлялся в Париж, вот он писал, боже мой, где это Бель-Франс, какая-то сплошная Тамбовская губерния. То есть он как раз не видел вот той Франции, которую он должен был увидеть, которая формировалась у него в сознании, потому что он, отец, абсолютные такие франкофилы, воспитаны на французской культуре. Кстати, это подмечали все иностранцы, которые оказывались в нашей стране, по крайней мере, которые бывали в Москве и Петербурге. Они говорили, что это общество, оно ничем не отличается от французских салонов. Ну, может быть, там две недели есть разница, когда вот какие-то новости, сведения приходят из Парижа в Петербург. А так абсолютно европейское общество, европейские нравы, европейские книги, чистейший французский язык. Более того, русские дамы обсуждают такие французские книги, о которых даже вот интеллектуально искушенные парижане не знают. Но вот Вяземский, оказавшись в Париже, как раз вот этого не заметили. Они увидели как раз грязный город, грязные мостовые. То есть если у нас в Петербурге буквально мылом драяли улицы, Николай Павлович очень любил чистоту, то там абсолютная грязь, как они пишут иступить нельзя, не запачкавшись. Зато, как пишут, нужду справлять можно где угодно. То есть вот в этом, ну потому что грязно, и никто на это не обращает внимания. Или опять-таки вот эти стереотипы о прекрасных парижанках, которые до сих пор существуют, когда Вяземский, а он был в то время вот трое наших соотечественников, Вяземский, Строев, Погодин, историк, это все историки, переводчики, они в одно время оказались, вот они вообще не увидели парижанок. И вот кажется, Строев писал, что а где же эти прекрасные парижанки? Вот я не вижу ни одной красивой женщины. Если встретишь какую-то красавицу на улице, то это явно иностранка, возможно, русская, но никак не типичная парижанка, которую они хотели увидеть. То есть стереотипы и в нашем обществе действительно были сильны, но у нас понятно, у аристократии прежде всего формируется такое уничижительное отношение к самим себе, что мы такие лапотные, а все замечательное и все передовое оно находится там вот в Европе. И по сути опять-таки наши авторы, вернее наши интеллектуалы, наши элиты, наше дворянство, они читали западные книги и воспринимали все это как правду, ну потому что там же не могут сказать неправду, там же всегда лучше знают, там же цивилизация, там же культура, а западные авторы, они общались с этими самыми людьми, которые часто были воспитаны в рамках западной традиции, и поэтому наблюдался вот такой вот замкнутый круг, потому что как-то у обычных людей у нас как-то на мой взгляд не было, да и нет вот какого-то такого подобострастного отношения к западной культуре, к иностранцам, вот это все формируется в элите, но другое дело, что элита, особенно в 19 веке, она начинает формировать общественные мнения, и это становится уже просто гораздо более распространенным явлением. Да, вот у нас девушки почему-то хотят замуж за итальянца, за француза, вообще не представляя себе о том, кто это. Фан Визин очень хорошо о французах написал, в общем, сейчас не публикует, но там он очень хлестко их описывает, вот, и Гоголь говорит, говорит, по мне лягушку хоть сахаром овлепи, я ее в рот не возьму, вот, говорит, в Париже не был, говорит Собакевич, ну как пить дать дыра, и нужду они справляют до сих пор вот там, вот, где придется, вот. Ну и знаете, мне кажется, вот у нас, да, такое мнение, вот вы говорите, барышни, да, что вот выйти замуж за иностранца, но у французов, кстати, у них мнение совсем другое, вот у меня есть, например, ну у меня много французских коллег, кстати, тоже показательно, какие-то коллеги, историки, они все прекрасно понимают, и они вот мне пишут, что мы понимаем, что связи между Россией и Францией, они нерасторжимы, интеллектуальные, культурные, и наука, она должна сближать нас, мы должны сохранять наши контакты. Какие-то коллеги, они очень быстро перестроились и сразу превратились в бойцов идеологического фронта, переобулись, вот буквально на ходу, вчера любили Толстого, Достоевского, а сегодня вот говорят о том, что Россия это страна, которая всегда только делала, что предавала Францию, причем люди, которые знают нашу страну, которые бывали тут, которые все прекрасно понимают, то есть элиты, что тогда были очень такими разными, что сейчас, другое дело, что сейчас как-то они боятся высказывать свое мнение вот на этом свободном, либеральном, демократическом Западе, потому что если ты скажешь что-то, то, что не соответствует вот этому общему дружному хору, то тебя тут же превратят в изгоя, в маргинала и в человека, который будет вот каким-то совершенно таким лишенным вот своего привычного такого, наверное, круга даже общения. Вот у меня есть коллега, буквально завтра защищает диссертацию, причем по колониальной политике Франции, а ведь для французов колониальная политика это особая тема, но вот сейчас они не могут об этом свободно говорить, потому что они они не могут говорить о жестокостях французского колониализма, они должны говорить только о колонизаторской цивилизационной миссии французского государства и не более того. И вот для него даже трудно найти вот собственно специалистов по этой теме, потому что вот французское общество, оно сейчас такое. И он мне, например, рассказывает о том, вот как раз мы вот к вопросу о браках. Если кто-то, допустим, во Франции в той же говорит, что я женюсь на русской, сразу начинают крутить у виска и говорить ты сумасшедший. То есть это наши девушки, они вот почему-то в плену каких-то представлений, что их там все любят и ждут, и вот загадочная русская душа там или русская красота. Французы, собственно, они вот относятся к этому с большим скепсисом. Почему? Потому что мы для них чужие. Вот даже европейцы восточной Европе все равно они свои. А вот мы для них как-то вот с определенного момента, вот с того момента раскола между церквями, с того момента, когда нас не удалось присоединить вот к католической унии, не удалось договориться с нами о совместных действиях против Османской империи. Вот мы из категории других превращаемся уже просто вот в чужих и вообще в таких врагов цивилизационного мира. Поэтому вот у нас, к сожалению, да, вот эти вот представления, что нас там ждут и нами восхищаются. И вот этот коллега мне, например, рассказывает, он преподает в лицее, в пригороде Парижа, что он уже не может нормально преподавать классическую французскую литературу. Вот настолько все табуировано. То есть колониализм нельзя, проблемы войны нельзя, религии нельзя, женщины нельзя, любовь нельзя. Я спрашиваю, а как же ты преподаешь Монтескью, Руссо и прочее? Он говорит, ну как, вот с купюрами. Вот это можно, а это нельзя. То есть получается, что вот в нашей стране, как раз, которую европейцы и на Западе традиционно считали страной деспотичной, где отсутствует свобода, вот тот же Кюфтина, он же говорит, что в этой стране люди не могут жить, потому что они не могут быть свободными, значит счастливыми. Но вот как раз у нас-то свобод гораздо больше, нежели у европейцев, которые как-то привыкли к этим гордиться, а на самом деле превратили вот свое общество в какой-то такой тоталитарный концлагерь. Тогда, когда, как вы говорите, во Франции и в Европе запрещают, об этом нельзя, об этом нельзя, об этом нельзя, но мы сегодня живем в России, и советская власть, которая не хотела говорить о том, что в Сталинградском котле достаточно большое количество было французов, что французы воевали против нас, которая не хотела говорить о зверствах венгров во время Второй мировой войны, которая не хотела говорить о поляках, которые в огромном количестве служили в немецкой армии, и, соответственно, ни венгры, ни поляки, никто из соцлагеря, ни чехи не проходили никакой денофикации, то есть, денофикации, вот, то есть, с ними никто не работал, их спокойно, понимаешь, приняли на государственные службы, и вот это вот русофобия бывших эсэсовцев, которые служили в армии Гитлера, и которые возвратились домой, она как бы продолжилась через их детей. Пора на сегодняшний день, вот, я думаю, начать говорить о том, о роли Франции, о роли Венгрии, о роли Чехословакии, о роли Польши. Конечно. Да. Потому что, ну, вы совершенно верно говорите, что вот эта вот дружба между народами, выстраивание вот таких вот отношений вот во времена Советского Союза с той же Францией, да, мы говорили о французском сопротивлении, как о какой-то такой героической, мощной силе. Ну, сами французы, понятно, эту тему поднимают. Почему? Потому что надо показать, что сопротивление это не вовсе вот горстка людей, которая объединилась против борьбы с нацистами, с Гитлером, потому что остальная Франция, она-то все это признала, она не сопротивлялась особо, она и не сражалась, и поэтому Нормандия, Нема, а это же что там, несколько человек, не более того. Та же самая Польша, это вообще болезненная тема, наверное, потому что поляки, они же во все времена, я сейчас даже не говорю вот о той волне, которой, да, сейчас происходит, снос памятников, Россия, Советский Союз оккупировал Восточную Европу, кстати, то же самое и наполеоновские войны, потом же вот, что русские войска пришли для того, чтобы оккупировать европейцев, хотя на тот момент, на короткий миг, Европу захлестнула мода на все русское, то есть вот страх перед мощной, сильной, великой Россией, не просто страх, а вот неприязнь, боязнь этой конкуренции, стремление сделать слабее, в какие-то моменты сменялся на буквально-таки приступы любви, но это такая рациональная любовь, как рациональная ненависть, просчитанная, когда мы им были нужны, когда они от нас зависели, когда мы нужны были буквально как спасители, будь то вот 14-й год, я имею в виду окончание наполеоновских войн, когда именно Россия внесла решающий вклад в разгром наполеоновской Франции, и более того, ведь Александр проявил великодушие, он не поступил так, как поступил Наполеон, который оказался в Москве, который Кремль разрушил, и французы же, они были страшно запуганы наполеоновской пропагандой, и они ожидали, что вот эти вот ужасные казаки, глотатели свечей, пожиратели младенцев, вот они окажутся вот в их чудесном прекрасном Париже, и они просто вот все здесь уничтожат, потому что газеты Наполеона работали на славу, и вот эта пропаганда, она действительно очень хорошо обработала население, и, кстати говоря, когда вот эти прекрасные русские военные, гвардейцы, красивые, говорящие на французском языке, оказались в Париже, то парижане испытали, говоря современным языком, такой когнитивный диссонанс, потому что, когда они видели этих людей, они говорили, да, наверное, вы нас обманываете, потому что не может быть, что вы вот и есть те самые страшные, ужасные казаки, мародеры и насильники, и, кстати говоря, вот тогда были распространены же разные гравюры, потому что люди читать не умеют, но смотреть могут, воспринимать могут, вот картинка важна, и на ней как раз изображался, вот, например, одна из таких известных, казак верхом на своей добыче, на лошади, вернее, на лошади и своей добыче, и если внимательно приглядеться к этой картинке, то это... Трупы. Тела человеческие, вот этот конь, он создан именно из человеческих тел, потому что это же мародер, насильник, это его главная добыча, и вот это потом перекочует и в учебники истории, вот из этой наполеоновской пропаганды, из газет, а потом, вот сейчас возьмите современную антирусскую пропаганду, западную, украинскую, опять-таки тот же самый образ русского военного, мародера, насильника, просто изменились немножко вот эти вот атрибуты, если раньше казаки, они изображались с ожерельями из человеческих ушей, цепочками от часов, то теперь вот особенно вот в 22-м году, в 23-м, что вот русские вывозят, что там, унитазы, забыл, стиральные машинки, то есть просто немножко изменились элементы, и вот эти вот описания, вот сейчас уже этого нет, да, сейчас я так читаю газеты, особенно французские, вот им трудно уже высасывать какую-то информацию, придумывать вот что-то, а поначалу вот эти вот известия о насилиях, о жестокостях, это же просто вот, ну все мы знаем, буча и прочее, это все было заполнено, то есть абсолютно те же самые методы пропаганды, что тогда, что сейчас, совершенно ничего не меняется, и вот если вернуться к полякам, то поляки, как самый близкий к нам народ, как сосед, они всегда были главными такими источниками информации для Запада, и на Западе их воспринимали как главных специалистов по нашей стране, причем во все времена, а понятно, что история отношений это у нас очень сложная, даже драматичная, почему? Потому что близость и территории, на которые претендовали и русские, и поляки, и те, и другие считали их своими национальными, исконными территориями, и кстати, поляки, они уже в 15 веке формируют такую идеологию, что эти территории западно-русские это исконно польские земли, что русские они вообще не способны к какому-то самостоятельному правлению, князья киевские они всегда были слабыми, и поэтому над ними всегда должно быть какое-то в данном случае польское иго. Кроме того, поляки, они же читали русские летописи, как, допустим, Ян Тлугош, знаменитый польский историк, хронист, автор 12-томной истории Польши, вот он читал русские летописи, но трактовал их предвзято, опять-таки очень так ангажировано, выбирал то, что ему нужно, но эти работы публиковались на латыни, печатались в Западной Европе, и получается через вот эту польскую оптику Запад воспринимал нашу страну, а дальше, опять-таки, уже после разделов Польши, ситуация еще больше усугубляется, потому что как раз в разделах Польши принимало участие не только России, и Россия в итоге возвращала те земли, которые были у нее отняты. Россия не претендовала на исконно польские земли, она возвращала свое, но именно Россию начали обвинять в экспансионизме, императрицу Екатерину изображали часто, у нее одна нога России, Константинополь или Польша, и потом вот эта польская тема, она же будет спекулироваться в Европе весь XIX век, особенно как раз вот эти польские восстания, и получалось, что Россия предоставляла Польше широкую автономию, Александр I в 1815 году по итогам Венского конгресса это предоставил, но поляки, они же не были благодарны, они требовали большего, восстания 1830 года, его подавления России, а как Россия могла отреагировать на мятеж на своей собственной территории, но подавление России этого восстания было воспринято вот как тот факт, что ужасная Россия подавила маленькую Польшу, то есть современные параллели они такие абсолютно прослеживаются, просто место Польши заняла Украина, и если тогда Запад Польше помогать отказывался, считая, что это внутреннее дело Российской империи, и помогая больше так идеологически на словах, а на самом деле реальной поддержки не оказывает тот же Наполеон, он же только Польшу использовал, никакой реальной какой-то помощи, но однако слова о Наполеоне Бонапарте, они до сих пор присутствуют в польском национальном гимне, то есть Наполеон воспринимается поляками как спаситель, а Россия представляется именно как мучительница, и вот чем больше такой мученицей представлялась Польша, тем больше мучительницей в глазах Запада выглядела Россия, ну и вот эта вот линия, она также протянулась из 19-го века в 20-й век, и сейчас наверное поляки и вообще наверное страны бывшего соцлагеря Восточной Европы, они воспринимаются и как главные специалисты по нашей стране, и как главные такие русофобы, и это как раз уже 80-е, 90-е годы, то есть для того, чтобы стать своим и принести вот по сути присягу Западу, нужно было как можно сильнее оклеветать Россию, неважно там Советский Союз, Российская империя, собственно то, о чем вы говорили, вот те люди, которые эмигрировали из нашей страны, которые осели на Западе, они же тоже стали вот главными такими источниками информации, и именно они прежде всего транслировали вот такой откровенно антирусский русофобский взгляд. Ну, я считаю, что нам надо наконец осознать, что на сегодняшний день на Украине мы имеем дело с польским нашествием, у нас как бы сознание еще в эту сторону не работает, и как бы вспомнить Московский проспект в Санкт-Петербурге, там стоит арка, она такая темно-зеленого цвета, темно-серого, а наверху написано за усмирение Польши. Вот Польшу надо усмирять, это наша миссия, иначе, понимаете, вот будут те события, которые мы сегодня черпаем. Ну, там есть и улица Тадеуша, Костюшка, опять-таки, да, который призывал, по сути, к этноциду русских, но у нас до сих пор вы. Спасибо большое, Антали Петровна. Спасибо вам. Да, приходите еще. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ